Либо-либо Спасибо, что вы с нами. Либо-либо – это студия подкастов, и у большей части наших эпизодов нет видео. Но мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о нас, поэтому решили все равно публиковать выпуски на Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, подпишитесь на наш Ютуб-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Привет. Вы слушаете подкаста «Поиск любимого дела? Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я авторка и ведущая этого подкаста. А я – Вера Маденова, операционный директор маркетплейс локальных брендов «Флау-Вау». И я помогу Ксюше взглянуть на истории наших героев с точки зрения бизнеса. В этом сезоне мы поговорим о поиске любимого дела с локальными предпринимателями. Мы делаем его в студии «Либо-либо» вместе с «Флау-Вау». А что, если отнестись к своему делу как к искусству? Даже если это бренд детских вещей. Инна Прохорова из «Радуги грез» создает, наверное, самые красивые игрушки, которые я могу вспомнить. Пирамидка-балерина, каталка-крылатый лев, конструктор моря в Сен-Мари. И такие предметы хочется не убрать в коробку сразу после игры, а расставить по всему дому, как экспонаты в музее. Или вообще оставить валяться на полу, там, где их бросили дети. Все равно будет красиво. Возможно, это одна из причин, почему игрушки локального российского бренда «Радуги грез» популярны во всем мире. Их любят и заказывают в Европе, Америке, Азии и даже Австралии. Как делать детские игрушки, которые будут нравиться взрослым? Зачем «Радуги грез» коллекции прямо как у фэшн-бренда? И как на локальном производстве делать кубики и пирамидки, которые будут востребованы во всем мире? Обо всем этом мы поговорим с основательницей «Радуги грез» Инной Прохоровой. Инна, вот как ты объяснишь, что такое «Радуга грез» человеку, которому никогда не приходилось покупать игрушки? Слушай, я вообще думаю, что «Радуга грез» глобально — это не игрушки, а это что-то про связь между родителями и детьми и про связь родителей со своим внутренним ребёнком. Мне кажется, это какой-то такой лёгкий телепорт в детство, в творчество и в игривость. Мне кажется, что игривость очень важна в нашей жизни. По-английски это лучшее слово звучит, называется playful, потому что глобально мы все в своей жизни играем какие-то роли. Я могу быть мамой, я могу быть дизайнером, я могу быть начальницей, я могу быть женой, я могу быть любовницей. И там какие-то разные ипостаси человека могут быть абсолютно разные. А когда ты воспринимаешь это как игру и сменяемость какой-то вот этой ситуации, тогда это хорошо. Круто. Получается, что вы же считаете тогда игрушки по факту для родителей. Да. То есть у вас есть такое ассоциирование «Toys for parents to play with kids». А зачем? Потому что, ну, обычные же игрушки, кажется, делают для детей. Потому что детям глобально, на мой взгляд, не нужны игрушки. Они прекрасно могут поиграть с кастрюлями, с пультом от телевизора, с палкой, нашедшей во дворе. Это точно. У меня целая коллекция палок. Да. А родителям нужен какой-то предмет, который заставит его сесть с ребёнком и поиграть вместе с ним. А что делается для того, чтобы игрушки нравились родителям? Да, ничего особенного я не делаю. Ну, то есть я просто делаю то, чтобы понравилось мне. Я хочу, чтобы они классно выглядели, чтобы они были открытого типа, что ты можешь построить всё. К примеру, простые кубики. С ними ребёнок, там, в 6 месяцев мама может ему построить башенку, он и рушит, и говорит «бабах». И это игра. Потом ребёнок в год сам строит башенку. Потом в 3 года он начинает строить какие-то там дома. В 7 лет это город, и мама, пожалуйста, не трогай его неделю, здесь у меня кто-то живёт. И это такая какая-то некая свобода. Я знаю такие кейсы. В Европе, когда ко мне там приходит мужчина, он директор магазинов при Баухаусе, и говорит, что у меня на столе стоит ваша игрушка, и я просто между какими-то чертежами, он архитектор, строю и перебираю. То есть вместо записи, как мы, помните, в школе рисовали какие-то что-то на полях, он говорит, что я вот так слегка отвлекаюсь. Я хочу заметить, что у нас сегодня на записи 3 мамы. Хотела спросить, как вообще у нас, у всех троих дома обстоят дела с игрушками, с игрой с детьми. Вера, вот у тебя, кажется, есть дочка. Можешь рассказать? Да, слушайте, у меня маленький сладкий котик. Ей вот буквально недавно исполнилось полтора года. У меня у ребёнка, на самом деле, самые любимые игрушки. Это мягкие. Она с ними просто повсюду таскается. Если мы куда-то летим и не взяли с собой собачку, это всё сразу трагедия, ужас, кошмар. Нужно было её обязательно взять. А если она спать ложится без лемура, то, значит, она не уснёт очень быстро. Но при этом, кстати, по себе я заметила, что я стараюсь покупать игрушки. Вот они очень похожи на твой бренд. Тоже такие деревянные, лаконичные, очень классные игрушки, которые там ещё что-то развивают, побуждают какие-то действия совершать. Ксюш, расскажи, как у тебя? Мой мир и мой дом захватили машинки Hot Wheels. Никуда от них не деться. Сколько у тебя лет сыну? Сыну Феодору уже 4,5 года. И любимую железную дорогу деревянную, со всякими ещё дополнительными деревянными домиками, деревцами и прочее, всё-таки, мне кажется, плавно вытесняют треки машины. Вообще машинка очень важная игрушка в жизни ребёнка, потому что он недвижимый, неживой предмет своим движением делает живым. То есть это прям там вауч, экспириенс для ребёнка. Так что валидируем, да? Не противостоим этому. Да. Вообще, мне кажется, всё можно. Всё, что дети хотят, всё можно. Какая у тебя политика в плане игрушек, может быть, была изначальной, и, может быть, не знаю, в паре фраз можешь сказать, как она изменилась? Тут 10 лет, я так понимаю, и твоего материнства, и работы с игрушками. Чуть побольше лет моему материнству. У меня трое детей, старшей дочке 13, сыну 10 и младшей дочке 5 лет. У нас, естественно, много деревянных игрушек. У нас много деревянных игрушек моих. У нас есть деревянные игрушки, там даже образно конкурентов, хотя, ну, то есть каких-то других производителей. У нас есть Hot Wheels, у нас есть Barbie, вообще есть всё. Но я не могу сказать, что сильно много. То есть мне кажется, когда мало, тогда хорошо. Детям иногда нужно поскучать и попридумывать. Я очень люблю материалы для творчества. То есть игрушками считаю тот же самый пластилин, лист бумаги и карандаши. Блин, ты меня сейчас удивила. Я, конечно, думала, что, глядя на твой высокоэстетичный бренд, ты скажешь, что дома не позволяешь появиться какому-нибудь куску пластмассы или ещё что-то. Нет, да и пластмасса бывает очень классная, вообще без вопросов. Я прекрасно помню, как я играла с Барби, просто в полнейшем восторге, как я скупала их платьишки и просила на дни рождения домик для Барби. А при этом я помню, как я с бабушкой шила одежду для Барби, и её платья были самые красивые, на мой взгляд. То есть здесь важно не что, а как ты с этим взаимодействуешь. Класс. Ты можешь вспомнить, что происходило в твоей жизни, когда ты придумала радугу грёз? Где ты жила? Не знаю, сколько лет было твоему ребёнку? Или что с тобой происходило? Первое, банальное, мне нужны были деньги. Второе, мне было невероятно скучно. Ну, я не могу сказать, что в материнстве скучно, но я поняла, что материнство — это прекрасно, но мне хочется и какой-то своей самореализации, мне хочется общения. Всё-таки бизнес — это много общения, и мне хотелось вот этого всего, и всё это вылилось, сосредоточилось на радуге грёз. То есть ты была в декрете с первым ребёнком, да? Ну, глобально я не знаю, что такое декрет. Я, наверное, не работала полноценно полгода, а потом я стала по чуть-чуть чем-то заниматься. Ты прям садилась, выделяла время, что сейчас я работаю над своим будущим бизнесом? Ой, выделяла время. Это я всех уложила спать и даже не представляла это как будущий бизнес. Кто-то засыпает, я иду, что-то делаю. Не знаю, кто-то чем-то из детей занялся, я иду, что-то делаю. То есть это всегда были отрывки 15 минут, 30 минут, час до тех пор, пока что ты не уснула, час, когда ты проснулась раньше. Это прям абсолютно урывки, никакого выделения времени специального не было. А где вы жили в то время? Это где всё происходило? А мы жили в Зеленограде. У нас до сих пор там часть производства — это а-ля такой эксклав Москвы. Да. Слушай, ну неужели на рынке тогда не было деревянных никаких игрушек? Или они не подходили тебе? Не было. Ну практически вообще не было. А откуда родилась мысль, что они тебе нужны? Ну потому что я родила детей и захотела, чтобы был класс. Да, конечно, в Европе такое было. Посмотрела там, пошла, сделала здесь. То есть я даже не бренд создавала, и даже там название, там вот мне просто подарила подружка от закрывшегося магазина. То есть это не была какой-то большой идея, просто захотела сделать физический продукт, хороший, качественный. Искала столяров, которые сделают кубики, которые, на мой взгляд, будут идеальными. Там у них должен быть определенный размер, чтобы там детская ручка их удобно брала. Они должны быть не закрыты лаковой краской, и у них должны быть убраны острые углы. Всё. И я искала вот, правда, 9 месяцев того, кто мне сделает так, как я хочу. А ты что-то понимала вообще в тот момент про работу с деревом или, ну, как минимум, не знаю, как тебе сформулировать свой запрос, как на одном языке говорить? Ну, у меня муж инженер, поэтому он мне помогал в этом вопросе, так что мне было достаточно легко. Он там типа фаска под углом 45 градусов, там вот эти вот штуки. Интересно, что я уже сейчас абсолютно легко разговариваю на этом языке, и когда с кем-то новым общаюсь и могу поговорить про древообрабатывающие станки, обычно могу слегка шокировать людей. Даже недавно у меня тут был разговор с 60-летним мужчиной, который строит дома во Франции, и он просто такой, вау, откуда ты такая? А ты сразу хотела эти изделия на продажу, или это было больше запрос именно под себя, под твоих детей? На продажу. Ну, то есть я могла сделать под себя и успокоиться над этим, и вот играете. Да, и могла из Европы привезти. Я абсолютно точно хотела делать на продажу и зарабатывать какие-то небольшие материнские деньги. Ты помнишь, сколько стоило тебе запуститься? Какие были вообще первые вложения? Около 30 тысяч рублей. А на что они пошли? Немного дерева, работа столярам, краска, и покрасить всё это на кухне. Сами красили? Да, оно прям первую партию, да, с мужем, да. Блин, классно. А столяры сразу поняли, что ты от них хочешь? Я вообще не понимаю, как они меня вытерпели, честно говоря, но потому что это был очень необычный запрос, мне очень важно качество. Никто не хотел делать ровные кубики. Они получались у всех какими-то параллелограммами. И, конечно, они плакали со мной и страдали, но научились, и сейчас мы понимаем друг друга с полуслова. И новые игрушки, которые я разрабатываю, там, до сих пор нет никаких программ, ничего. То есть я на листочке в клеточку рисую, что я хочу, и они уже заранее знают, какая мне фаска, какой размер, потому что понимают, что мне нужно. А где такие мастера? Живут они в Нижегородской области. Это глобально тот посёлок, где люди исторически делают матрёшки. Раз, два, иконы, там есть древесина и очень скиловные люди. И они работают руками? Руками. У нас есть сейчас какие-то ленточные пилы, какие-то небольшие шлифовки, но это всё руками. То есть даже если это ленточная пила, то это прям такое какое-то лезвие, и мастер вводит линию и вырезает то, что нужно. А сколько штук у тебя была первая партия? Десять наборов кубиков, наверное. Как ты их продавала? Был такой, господи, боже мой, такая ностальгия, портал BabyBlog. Вот, я просто там делала, я вот сделала вот этой девочке, записывайтесь на ноготочки, вот, и девочки записались, и тут же всё улетело. Я сделала следующую партию, 20, 30 и так далее. Потом поняла, что кухня мала, какой-то был первый отрезок снимаемого, какого-то помещения. Потом появились первые люди, появился сайт, появился Инстаграм, и в общем, всё, всё, наверное, как у всех. Тут мы вынуждены сказать, что Инстаграм принадлежит компании Мета, которая объявлена экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Знаешь, у детей, ну, ты точно знаешь, кого я говорю, матери троих детей. У детей бывают скачки роста. Это тем, кто не родители, не в теме. Я объясняю, что дети растут как бы так не постепенно-постепенно, а растут так, что неделю плачет, потом хоп, что-то изменилось, он вышел на какой-то новый этап. Это называется скачок роста. Вот мне интересно, если посмотреть на радугу грёз, как на ещё одного твоего ребёнка, какой у радуги грёз был вот самый мощный скачок роста? Во-первых, я как мать троих детей знаю, что я ничего не знаю о детях. У меня есть тоже подруга, у неё четверо детей, и мы с ней всегда смеёмся на ту тему, когда кто-то говорит, что с детьми надо вот так. Мы понимаем, что когда у тебя есть веер неких детей, то ты понимаешь, что ты не знаешь, как с ними надо, потому что каждый ребёнок уникальный, у него есть эти скачки роста, и ситуация вообще может поменяться в любой момент. Точно так же с бизнесом. Вначале у меня был инстаграм радуги грёз, и мне написала одна девушка из Америки, очень милая, у неё был достаточно большой блог, и вообще она супермилашка, и говорит, что у вас такие потрясающие вещи, но я ничего не понимаю, и можно хотя бы там иногда где-нибудь там на английском писать, я думаю, why not, окей. Стала писать посты на русском и на английском, и очень быстро, удивительно, буквально проснулась знаменитой. Я сделала магазин параллельно на Итсе, это американский сервис, и стала вести посты. У нас, во-первых, та девушка купила у нас, отметила нас, потом увидела у неё другой блогер, купила, отметила нас, и всё это шло. Потом от этих блогеров пришли магазины локальные, которые им доверяют, которые, к примеру, сотрудничают с ними в этих странах. Закупила один магазин, увидел его сосед магазин, закупил этот магазин, и вот так вот всё постепенно распространялось. Но самый пик вот у нас был, это как раз ковид, когда все сели дома, и все захотели играть с детьми, им нужно было чем-то занимать детей. Но глобально в игрушечной индустрии так было у всех. Давай сейчас немножко вернёмся к зарубежным странам. То, что у нас, например, там в Flow Out тоже есть опыт выхода на зарубежные страны, там, не знаю, сам последний кейс, который был там такая сомнительно зарубежная страна, но всё-таки это Беларусь. И мы, когда выходим на зарубежные рынки, у нас там есть определённая стратегия. Например, мы начинаем активно работать с СМИ, с инфлюенсерами, с местными блогерами. А ты говоришь, что у тебя разместила товары на Etsy, тебя заметили, начали покупать, кто-то где-то отметил. А вкладывала ли ты сама какие-то ресурсы в то, чтобы работать с инфлюенсерами, на узнаваемость бренда, с печатными изданиями? Как-то всё было глобально естественно. Изначально блогеры покупали у нас, даже большие там блогеры-миллионники, они покупали и удивительно отмечали нас. Со СМИ я не работала в плане работы, наверное, это европейские СМИ, не знаю, как-то я очень удачно подружилась с ними, очень естественно. Там 2019 год, получается, мы поехали на выставку в Париж, она пришла очень хорошо, и я познакомилась там со многими журналами, со многими стилистами. И они там проходят последний день, просто сказать пока, обнять тебя, говорят, что вы классные, то есть они очень отзывчивые. И у меня были с собой некие игрушки. И я говорю этим журналистам и стилистам, пожалуйста, если вы хотите, заберите, мне очень не хочется везти в чемодане, я лучше куплю вашего французского сыра с собой. И, к примеру, я подарила игрушки стилисту Кларе Дайет, с которой мы дружим до сих пор. Она работает со многими брендами. И наши игрушки снимались в рекламе H&M Home, Zara, Uniqla, и были на билбордах по всему миру. То есть она делала эти съемки детские и приносила везде на съемки наши игрушки. Вот. Также я подружилась с журналом Milk. Это, наверное, самый модный журнал о родительстве. И они, мне кажется, каждый выпуск и каждую нашу коллекцию, они говорят, что у нас очень классный контент, классные фотографии, классный продукт. Им хочется об этом рассказывать. И они просто сами, естественно, пишут на почту, пришлите, пожалуйста, там, вот мы увидим, для вас вышла новая коллекция, пришлите, пожалуйста, фотографии. Я присылаю им, они их печатают. Какой-то идеальный кейс, господи. Я о чем-то сама не знаю, там, у меня там девочка, знакомая подружка живет в Люксембурге, и она мне присылает их издание, там, Home and Garden, и фотографию наших игрушек прямо отдельную там, что вот мы рекомендуем вот это вот вам на весну. Я прям, вау, прикольно. Ну, слушай, но я все равно не могу не спросить. Если изначально из Европы пошел этот тренд на деревянные кубики, на игрушки, ты сама говоришь, да, что в свое время туда смотрела и хотела себе такое. Как так получается, что сейчас вы там флагманы, если я правильно понимаю? Потому что они устарели очень. Ну, то есть там, простите меня, пожалуйста, и основатели, достаточно взрослые люди. Плюс я, естественно, то есть изначально, да, это были какие-то возможно копии. То есть как будто бы мне вначале нужна была база, чтобы я могла показать дверям, сделать у нее просто вот похожие кубики. А потом я, естественно, ну, этого недостаточно. Идешь, делаешь больше. Я меняла цвета, я искала формы, потом я применила в игрушках фэшн-подход. То есть мы делали игрушки коллекциями. У каждой коллекции есть какая-то тема, есть какой-то смысл, о чем я хочу рассказать. Вообще, мне кажется, всегда по жизни нужно делать чуть-чуть больше, чем ты можешь. И для клиентов, и для своего продукта, и так вообще интереснее жить. А другие этого не делали, поэтому мы стали такими, мне кажется, классными в какой-то момент и превзошли многих конкурентов. А ты замечала, что вас копируют, может быть? Я очень удивилась. Сейчас я только вернулась на прошлой неделе с выставки в Нюрнберге. Там проходит самая большая выставка игрушек в мире. И, к примеру, у меня есть игрушка, одна из самых наших популярных лес. И я увидела просто через стенд копии нашего леса. Было прям очень интересно. Я догадывалась о том, что копии есть, но я не предполагала масштаб и не предполагала, кто это может делать. То есть большие шведские, английские, все-все бренды просто делают копии прям очень-очень близкие к тому, что я сделала. Я подхожу, хочу это фотографировать. Мне такие говорят, а у нас нельзя фотографировать, чтобы избежать копий. Ты им не сказала? В смысле, ребят? Ну, ты кому-нибудь... Кто-то узнавал меня, кто-то не узнавал. Ну, то есть я не конфликтуя открыто. И вообще, мне кажется, что сделал отпусти, но я понимаю, что это ошибка. И в дальнейшем я все, что новое буду делать, мой план, конечно, защищать. Скажи, вот у тебя был такой бум успеха с точки зрения пиара, СМИ, инфлюенсеров, печатных изданий и так далее, и так далее. Как это отразилось именно на твоем бизнесе, на продажах? У нас, правда, спрос превышал предложение до последних некоторых событий. Вот так всегда это было. Естественно, это хорошо. Но я не могу сказать, что это прямо влияет. То есть журналы – это какой-то имидж. К примеру, мы продавались в Европе, но в реальности самые большие деньги приносит Азия. И это знают в том числе и европейцы. Но чтобы тебе быть популярным в Азии, тебе нужно быть популярным в Европе, потому что они смотрят тоже туда, что там модное у блогеров и в журналах. Ну, то есть какая-то такая штука. Такая очень хорошая взаимосвязь. А в какой стране у вас было больше всего продаж? Корея. Корея. Это как раз корейцы смотрели на Европу, на вашу интеграцию в Заре, в H&M и так далее. Корейцы вообще невероятно модные, очень склонные к натуральному всему и очень богатые. Мне интересно, за границей, на выставках, в работе с вашими партнерами, как воспринимается ваше название? Оно кажется совсем нетривиальным для прочтения в латинице. С чем вы сталкивались? Не было ли мыслей, не знаю, как-то перевестись на английский язык? Rainbow of Dreams. Мы с Верой подумали, как бы это могло звучать in English? Были мысли, но на самом деле сложно очень произносится. Когда я задумывала этот бренд, я не думала о том, что он станет международным вообще ни разу. Они произносят это двумя вариантами. Или радуга, или тот самый русский бренд игрушек. Всё. Но справляются как-то. Ну, радуга называются. Запоминают что-то, да. Грёз для них невозможное слово. Грёз. Но они не спрашивают тебя, Инна, что это такое? Как ты им вот объясняешь, может быть, эту концепцию? А им нравится, на самом деле. Они такие, что у вас вот это такое за буква с двумя точками такая странная? Как ты вот тот, наверное, неожиданный, возможно, или поправь меня, если не так, успех сама проживала, такой большой запрос на ваши игрушки, на производство, то есть на процессы. Это совершенно другие уже операционные тоже, да, расходы, ресурсы нужно затратить. Ты к тому моменту была готова к такому, не знаю, твой бренд международный? Ой, я никогда не понимаю, что это успешный успех, и, ну, то есть я как-то очень легче на всё на это смотрю, вижу там наши игрушки, там даже на Тверской, на вот VHM Home на витрине, и думаю, о, прикольно. Ну, то есть реально это прям просто прикольно, то есть у меня не было какого-то головокружения от успеха, опять-таки у меня трое детей, мне некогда было кружиться головой. Блин, наверное, это такой стабильный характер. Мне очень нравится американское выражение it will pass, что всё, чтобы не происходило, всё пройдёт. Был успех, он пройдёт, есть провал, он пройдёт, будет снова успех, он пройдёт, просто делай, что должен, что хочешь. Блин, ну ты, конечно, наверное, обладаешь очень важными для предпринимателя качествами, это стабильность в плане восприятия всего и щепотка философии жизненной. Ну, другого варианта нету, ну, то есть хочется, конечно, иногда раскиснуть, но смысл в этом. Либо порадовать, но нет, порадоваться я умею и раскиснуть умею, всё бывает, человечек. Я бы хотела поговорить про коллекции. Мне кажется, что в игрушках это не самый типичный подход, что я имею в виду. Каждая твоя игрушка самостоятельна, но при этом она является частью какой-то коллекции. Для чего это с точки зрения какой-то выгоды для бизнеса, есть ли она в этом? Или это ход твоих мыслей, ход твоих идей, как ты видишь эту концепцию? Это всё и сразу. Во-первых, большая разница про продажи в Европе и в России. Если ты в России сделал продукт, ты его выпускаешь, и люди присматриваются, потом по чуть-чуть покупают, потом начинают хорошо покупать. Как это влияет на меня? Я чаще сделаю, думаю, вау, какая классная штука, берите скорее. Все люди такие, мы посмотрим. А потом я думаю, всё, это плохо, я сейчас новое придумала. Они такие, вот нам вон то, пожалуйста, можно и много. И ты думаешь, блин. А в Европе другой подход. Им всегда нужно новое, прям постоянно. То есть всё устаревает. Я, когда работала в Европе, супер поняла подход Зары. Реально коллекции каждые две недели это запрос людей. Это было для меня супер удивление. Неужели даже в игрушках это работает? Да, я думаю, я сделала детские деревянные игрушки. Это какая-то тайна с историей. Их можно передавать внукам. Нет, люди просто через полгода. Это мы уже видели, это мы уже купили. Нам нужно новое обновление. Давайте, пожалуйста, давайте. Ну погоди, эту мысль транслируют ваши бизнес-партнёры или конечные покупатели? И оптовые конечные. Все. Интересно. И конечные тоже. Они купили уже это, они хотят купить новое. Это не звучит как sustainable? European sustainable. Нет, не звучит. Это был запрос рынка. И, с другой стороны, я поняла, что мне достаточно скучно делать простые дизайны. И уже подвыросло как-то. И поняла, что мне хочется передавать какие-то смыслы. Есть какая-то идея, которая меня цепляет, и я начинаю её раскручивать. Иногда можно, наоборот, пойти. Иногда можно придумать, что ты хочешь делать что-то цветочное. И я начинаю думать, а что такое цветы? А как цветы изображались в искусстве? А почему людям нравятся цветы? А потому что они красивые, но краткосрочные. А детство такое же. И как раз вот так получается, рождается коллекция. И при этом достаточно логически я разбиваю. Я понимаю, что мне нужно выпустить коллекцию. Там должен быть конструктор, там должна быть пирамидка, там должны быть дуги, там должна быть машинка. И ты под эти категории создаёшь что-то вот из этой истории. А я читала, что иногда ваши покупатели какие-то свои символы видят в твоих объектах. Что-нибудь есть запоминающееся? Конечно. Я обожаю смотреть отметки радуги грёз. Кто нас отметил, ты думаешь, вау, где живут игрушки, как их используют, и какие люди разные. Кто-то сравнивает нашу пирамидку с икеевской, рассказывает там, почему одна лучше, другая хуже. Ты думаешь, какой аналитический склад ума. Кто-то, какая-нибудь художница взяла наш чайный набор, у нас есть такая посудка, и фантастически разрисовала её. И ты думаешь, классно. Японская мама сделала какую-то фантастическую, инженерную, сложную постройку. Есть такое у них, называется invitation to play, когда родитель строит что-то сложное сам долго и зовёт ребёнка поиграть в это. У нас такого не распространено. И там мама может проявить своё творчество, и там, ну, японцы просто. Вот если вы видели там как-нибудь в футблогах японские десерты, какие-нибудь замороченные продукты, блюда красивые, мимишные, вот то же самое есть в игрушечном мире. Вот кажется, да, всё у вас устроилось. Вы на коне, вас покупают, вас хотят тот самый российский бренд. 22-й год случился. Как отреагировали ваши зарубежные партнёры на всё происходящее? Ну, понятно, что именно в отношении вас. По-разному отреагировали, как и все люди. Кто-то отреагировал, кто-то не отреагировал, кто-то видит в этом человека, кто-то видит в этом государстве. Но вы, наверное, сами помните, что разные люди реагировали очень по-разному. На ваших поставках это как-то отразилось в сотрудничестве? Конечно, очень отразилось. Глобально, какой есть вопрос, что в Россию больше не оплатить. Они боятся, что из России больше не доставить. И ещё они боятся репутации. То есть эти три штуки, которые очень плохо отразились. Да. Кто-то всё равно любит и заказывает, несмотря на… Но это несмотря на… Очень-очень много разных преград строит вокруг бизнеса, само собой. А ты искала какие-то обходные пути, чтобы облегчить эти задачи? Достаточно глобально быстро нашла. Всё это абсолютно решаемо. У меня фирма в Казахстане. Доставка из России работает. Я всё так же отправляю из России. Это достаточно легко. Есть там какие-то дополнительные сложности в виде увеличенных налогов в странах. К примеру, Австралия берёт 40% на любой товар, возимый из России. То есть у них доп. налог такой. Ничего себе. Они его ввели, да, пост, соответственно? Да. И многие страны ввели. И, в общем, в этом во всём пришлось разобраться. И обходные пути есть. Но глобально это просто стало дороже, сложнее и, опять-таки, репутационнее для наших клиентов. Ну, какие истории для тебя лично стали самыми больными? У меня был очень большой клиент из Германии. Очень-очень большой. Очень большой. Прям мы отправляли фурами. И мы дружили. И мы сделали им поставку, образно, 22 февраля. И они мне 26 февраля пишут, заберите, пожалуйста, всё обратно. Ничего себе. И я, конечно, очень удивилась. Во-первых, потому что это производилось под них, уже всё оплачено. У нас там есть с ними договор, где стопроцентная предоплата, невозвращаемость и так далее. И они прямо отрешались и говорили, заберите всё. Вообще мы тебя больше не знаем. Хотя мы в реальности хорошо дружили. То есть не только работали, мы и дружили, и общались, и переписывались в мессенджерах, и поздравляли друг друга с праздником, и созванивались, и прям были достаточно френдли. С моей стороны. Ну, у вас случился какой-то двухсторонний всё-таки разговор на эту тему. Ты попробовала что-то, не знаю, объяснить про себя? А что пробовать? Ну, мы поговорили, конечно, я сказала, что, ребят, ну, как бы в теории, да, может. Ну, я понимаю людей, я понимаю себя. Мы о чём-то поговорили, пришли ли мы к чему-то, к сожалению, нет. И сейчас мы не работаем. А были ли какие-то истории, может быть, не с бизнес-партнёрами, а именно с вашими конечными пользователями, с семьями, которые играли, с вашими игрушками? С семьями, которыми играли, нет, до меня ничего не долетало, но в тот момент Инстаграм Радуги Грёз был максимально болезненным. То есть мы, получается, были таким полем, где встречались разные... Ничего себе. ...страны. И это было абсолютно отвратительно и ужасно. Мне было больно болезненно, при этом я радуюсь тому, что меня всё равно защищали даже в этом поле какие-то европейские клиенты, европейские партнёры, европейские стилисты, европейские журналы официально вникали в комментинг у меня под постами, и русские люди туда вникали. Я в какой-то момент читала это, потом я перестала читать, а потом я просто стала на какой-то период времени закрывать комментарии, потому что это было очень плохо. Опять же, ты сама проживала это как стоически, с таким холодным разумом? Или тебя всё-таки накрыло? Не совсем с холодным разумом. Честно, я в тот момент очень сильно поменялась. Я думаю, что те события вообще глобально многих нас изменили. Это изменило меня, во-первых, когда всё рушится в реальности как карточный домик. То есть, к примеру, у меня был банк в России, который работал. Он перестал работать. Я вот просто как шива на звонках спрашиваю, какие банки у знакомых сейчас работают. Бегу, открываю счёт в новом банке. Он работает три дня. Я бегу, открываю счёт в другом банке. Он работает четыре дня. Я отправляю этой компании, она закрывается. Я нахожу новую, она закрывается. Я нахожу третью. Мы отгружаем им товар, они на полпути закрываются. Ну, то есть, просто вот всё рушилось на глазах. Это было тонно усилий. Ну, кстати, многие европейцы на той волне говорили, что нам нужно срочно закупиться. Это было достаточно интересно. Я понимала, что я не знаю, как будет дальше, и мне нужно им отгружать, потому что вообще никому ничего не понятно было. Очень много работала, очень много грустила из-за всего происходящего. Была в оцепенении, да. Ну, то есть, очень-очень-очень было сложно морально. Но при этом у меня был интересный момент, как раз, когда всё рушилось слегка, прям вот откровенно говоря. Я как раз думала, может быть, бросить это. Я так долго занимаюсь этим. Дети подросли. Нужно ли оно мне? Это я поняла в тот момент, что особенно нужно, что я люблю это. Я знаю, это какая-то моя важность в жизни, и что я могу влиять на детей будущего и сделать их слегка лучше, добрее. И если родители будут со своими детьми, они получат больше любви, у них будет меньше агрессии. И мне прям показалось, что это какая-то лёгкая миссия, что я могу сейчас повлиять на детей, чтобы они выросли более добрыми взрослыми. Да, мне кажется, что 22-й год действительно мощно подсветил, да, какие-то вещи, оголил их, что ли. Да. И наоборот, убрал всё лишнее. Да, но глобально это маленькая часть проблем, которая происходила. Мы все читали и читаем новости, мы переживаем за близких, родных, знакомых, обсуждаем с кем-то, понимаем, с кем-то ты близок, с кем-то не близок, кто-то свой, а кто-то не свой. Кто-то оказался, думает так, а ты вот так. И где какие-то, о чём можно говорить, о чём нельзя, где можно, с кем можно. То есть прям такое новое устройство мира. Но опять-таки понимаешь, что там жизнь, что такое работа, что такое семья, что такое счастье. Заново находишь для себя какие-то эти смыслы. У тебя получился 22-й год такой некий год, ну, как наверное, для многих перестройки, пересмысления. Что у тебя происходило в 23-м году по сравнению с 22-м? Уже выстроились какие-то процессы новые или ещё продолжаешь там налаживать? Вот меня спрашивали про новое название. Я как раз придумала на тот момент новое название для бренда слегка до всех событий. Я поняла, что это должен быть новый бренд, во-первых. А во-вторых, что как раз, когда я радугу грёз начинала, не было никакой концепции. То есть это было прям ступенька за ступенькой. И для меня в ней не хватает капельку цельности. То есть мне хотелось бы её сейчас поменять. Но я понимаю, что она уже сама зажила прекрасной жизнью и выстроилась. И она тоже вполне себе цельная. Но мне хочется внедрять изменения. А если я буду туда их вносить, это будет уже не радуга грёз. И как раз я в тот момент задумала новый бренд и долго сопротивлялась внутри себя. Но сейчас год, как я делаю новый бренд, фирма будет зарегистрирована в Европе, производство в Европе и будет продаваться на весь мир. Ты, получается, как-то отделяешь то, что вот новый бренд... Кстати, какое будет у него название? Toy2. Toy2 Play with Kids. Тоже такая же концепция, то, что это игрушки для родителей, чтобы они больше уделяли времени ребёнку. Это, скорее, очень похоже. То есть это, опять-таки, я, и я себя не разделю на две части. Что там будет нового? Есть такой первый педагог, Фредрих Фробель, он сделал первые игрушки как объекты для самовыражения. И я там придерживаюсь, перерабатываюсь его концепции, перерабатываю какие-то работы авангарда, делаю игрушки гораздо страннее и гораздо проще. И их будет немного. В Радуги Грёзд достаточно большая коллекция, около 60, мне кажется, у нас игрушек. Там будет около 12, но они будут идеальны. Это очень долгая работа, очень сложная. Я иногда кусаю себя за то, что я погрязла в перфекционизме, с концепцией, с визуалом, с дизайном. Когда начинаешь второй проект, ты сразу хочешь бахнуть. Как будто бы ты только поступил в университет, и ты тут же хочешь сдать экзамен выпускной. И я понимаю, что у меня сейчас есть такие же какие-то мыслишки в голове, но что так нельзя, что там тоже придётся пройти шаг за шагом. Но я надеюсь, что всё получится. Ты одна работаешь над всем этим или с командой уже? Уже с командой. Я прям поняла, что я одна не вывезу, не могу и не хочу. А я глобально всегда-всегда работала практически одна, либо ко мне всё стекалось. То есть главный десижн-мейкер и вся ответственность всегда была я. Я прям поняла, что нет, я так больше не хочу и не буду. То есть сейчас ты уже одна с клетчатым листочком не сидишь? Вы уже прикидываете? Я сижу одна с клетчатым листочком. Это как раз я очень люблю, поэтому у меня есть друг клетчатый листочком, не с ним хорошо. А я теперь слегка направляю производство. Я не занимаюсь производством, я не занимаюсь деньгами, я не занимаюсь юридической составляющей в том плане патентования, вот всего придуманного мной. И я нашла очень классного бизнес-партнёра. Ну то есть у нас очень хорошее разделение компетенций, потому что я ему рассказываю, я придумала гениальный дизайн. Очень скромно. Вот, смотри, здесь вот так, а это потому, а получается вот так. Я сижу, понимаю, с каким скучающим лицом, а я не могу остановиться. Он меня слушает такой, ну ладно, окей, если ты считаешь это классным, это классно, я тебе верю. Ну и тебя это устраивает, да? Да. То, что нужно, отлично, что вы дополняете друг друга и не лезете в работу друг друга. Да. А он мне наоборот говорит, что я вот там понял, что нам нужно зарегистрироваться тут, потому что там налоги, а вот этот юрист сказал, что то. Я думаю, вообще просто... Это тоже Инна со скучающим лицом. Да. Я не то, что со скучающим. То есть я понимаю, что я понимаю там слово через слово, потому что я даже не понимаю какие-то вопросы. Я такая, если это работает, я очень рада. И очень здорово, что мы очень доверяем друг другу. Я максимально доверяю ему в этих вопросах, знаю, что он найдёт лучшее решение, и он доверяет мне. Круто. Я правильно поняла, что у вас всё-таки будет некое географическое деление? То есть то и то – это про европейский рынок, а «Радуга Грёс» она больше развернулась на российский? А «Радуга Грёс» сейчас с теми клиентами, которые есть, всё-таки у нас остались клиенты и в Европе, и в Америке, и в той же самой Австралии, и в Азии, и в России. То есть в России всё равно сейчас около 30% наших продаж, наверное. Но мы в России стали продаваться в розницу. Давай как раз про это поговорим ещё немножко. Мне показалось, что бренда «Радуга Грёс» в российском инфопространстве стало больше. Тебя стало больше, твоих интервью. А как ты это увидела, скажи, пожалуйста? Не знаю. Ну вот я смотрю, что вы коллабитесь с ГЭС, я вижу тебя в рилсах других брендов. Не знаю, там, Карри Крис тебя снимает тоже в своём кампейне. И я подумала, ну, наверное, это такой бизнес-ход. Вы освежаете, строите бренд в России снова. Я всегда была про деньги. То есть я прям делала то, что мне принесёт деньги. Мне что-то предлагают, я думаю, выгодно это или невыгодно. То есть это очень просто. У меня трое детей, они на семейном образовании, то есть я занимаюсь их образованием, у них много репетиторов, это занимает тоже большую часть моего времени. Я всегда, я должна сейчас делать то, что мне принесёт максимальный результат. И всегда выбирала это. А потом у меня произошёл всё-таки социальный кризис, и я думаю, а теперь я буду работать так, что мне принесёт максимальное удовольствие. Всё, мы про деньги забываем, при том, что денег у меня стало гораздо меньше, но при этом мне они были на тот момент и не нужны. Я думаю, что я реально хочу сделать? Я поняла, что я очень люблю Пушкинский музей, я хожу туда с детства, у меня появилась возможность сделать с ними коллаборацию, я хочу сделать с ними коллаборацию. Есть ли там деньги? Нет. Но при этом кажется, что там нет денег, это глобально очень хороший пиар. Хотя я долго рыдала о том, как, ой, простите меня, девочки из Пушкинского, как это было долго, сложно, тяжело. Мы подружились с этими девочками, и я им говорила, вы выжили из меня вашими документами, согласованиями, встречами, просто все соки, зачем я это сделала. Но в итоге сейчас это всё хорошо работает на меня, потому что, во-первых, к нам пришли, мне кажется, после этого написали нам все музеи, очень многие музеи, мы хотим так же. Я очень люблю ГЭС-2, и мы сделали коллаборацию с ГЭС-2. Я понимаю, что я отказывала некоторым таким музеям, которым нельзя отказывать, но я просто поняла, что, наверное, музейную историю я сделала. Реально тех, кого я люблю, и те места, куда я хожу каждый день. Есть те, с кем бы я хотела бы в теории поработать, но как раз я закрыла свои потребности, наверное, в искусстве, в удовольствии базовые. И пока что дальше нырять в эту тему не хочу, и пойду слегка в другую. Абсолютно точно я не делаю личный бренд, и даже мой Инстаграм, он максимально личный, хаотичный. Так получилось, что я разошлась с мужем, и как раз я долго не была активна в соцсетях, а когда у тебя освобождается какое-то время, вот, я, скажем так, стала и появляться в соцсетях, и те же самые рилсы каких-то брендов, это те бренды, которые я сама покупаю, и часто их сама по себе отмечаю, и часто дружу с основателями, как с Настей Карри Крис, которые тоже мне говорят, что Инна, у тебя трое детей, вы классно выглядите, пожалуйста, приходи к нам на съемку, и это обычно так и происходит. Все-таки я думаю, что не у многих есть трое детей, хотя ладно, у многих, но то есть это тоже такая какая-то картиночная история, что вот Инна, у нее трое детей, а она делает детские игрушки, у нас семейная съемка, я очень подхожу для таких историй. Это правда. Но а что ты думаешь по поводу такой мысли, которую, мне кажется, последние, не знаю, пару лет точно локальные предприниматели российские обсуждают, что люди покупают у людей. У современного локального бренда в России должно быть вот лицо, которое продает, да, такой как бы спикер, публичный фаундер, который через себя транслирует, не знаю, эстетику ценности бренда. Это обязательно сейчас? Я вообще об этом не думаю. Я думаю, что нет ничего обязательного. И я понимаю, что я – это я, радуга грез – это радуга грез. Мы где-то пересекаемся. Вот так вот. Радуга грез – это больше, чем я, я – это больше, чем радуга грез. Хочу ли я быть лицом радуга грез? Абсолютно точно нет. Как минимум, простите меня, пожалуйста, я курю. И это мало сочетается с детскими игрушками. У меня в Инстаграме легко можно увидеть меня там после спорта с ракеткой и сигареткой. Блин, это сейчас откровенно. Сочетается ли это с детскими игрушками? Нет. Но я это? Да, это я. Хочу ли я создать образ идеального создателя детских игрушек, который гуляет в лесу, слушает птение птичек, делает йогу по утрам? Да нет. Я живу обычной жизнью. Сколько лет твоим детям сейчас? Тринадцать, десять, пять. Как на них повлияли твои игрушки, как ты думаешь? Ох, кто же знает, повлияли ли вообще. Не знаю, не могу сказать. Они разные очень. У меня Лиза очень много рисует. И даже сейчас она там... Я ехала на выставку в Париж и думала над стендом. Она вместе со мной думала над тем, как сделать дисплей на стенде. Это очень приятно. Младшая просто очень любит играть. Я не думаю, что какое-то сильное влияние именно предметы могут нести, а какие-то принципы и концепции, которые заложены в игрушках, да, про то, что всё может быть всем, про то, что ты можешь построить свой собственный город, про то, что ты должен быть, не должен быть. Ты можешь быть в гармонии с собой, с окружающим. Потому что скучать — это классно. Придумывать — это классно. Я надеюсь, что это повлияло. Сейчас они играют в деревянные игрушки? Играют. Но у меня играет ещё Нина, которой пять лет. И она третий ребёнок. И третий ребёнок — это, знаете, такая история, которая самый громкий и всех заставит сделать, потому что ей меньше всего внимания. То есть я понимаю, что уже, типа, если она не кричит, значит, я как-то обхожусь. И тут она просто, она всех заставляет играть с ней. И, соответственно, с ней играет и Стёпа, и Лиза, мои старшие дети. Чему тебя эти 10 лет в предпринимательстве научили? Как они на твою личную жизнь повлияли? Я не могу сказать, что на меня именно бизнес повлиял. Скорее всего, отточил. Потому что до бизнеса я занималась спортом. Я играла в волейбол околопрофессионально. И, наверное, принципы спорта принесла как раз в бизнес про то, что ты можешь быть не самым талантливым, не самым сильным, не самым умным. Но если ты будешь регулярно тренироваться и то же самое заниматься бизнесом, то тогда у тебя всё будет хорошо. Если ты перенапряжёшься, у тебя будут травмы. Самое главное, опять-таки, это моральный дух. Не сдаваться и идти дальше. И заранее не проигрывать сопернику. И уважать того же самого соперника. То есть я все эти принципы применяю и в бизнесе, и в жизни. И так и живём. Спасибо тебе. Да, Инна, спасибо большое. Спасибо. После разговора с героем мне уже по традиции хочется тебя, Вера, расспросить про всякие бизнесовые моменты из истории. Вот Инна рассказала, что работает над новым брендом, потому что радугу грёзд трансформировать она не хочет. А наш прошлый герой, Тимур, когда решил сменить направление бизнеса, наоборот, выбрал не начинать с нуля, а перенастроить работу существующего бренда, мурмуризма. Вот последние два года изменения происходят постоянно, и бизнесы не могут работать, как раньше. Мне интересно, как предпринимателю тогда понять, когда стоит начать новую историю, как Инна, а когда взять новый вектор, но внутри уже существующего бренда, как ты сделал Тимур в мурмуризме? Что ты думаешь? Здесь есть какие-то бизнес-ориентиры, которые важно не пропустить? Знаешь, уход от своего бренда, с которым ты уже поработал, у которого есть своя аудитория, которые знают, мне кажется, что это всегда очень болезненная история. Но глобальная разница между Тимуром и Инной в том, что Тимур остался на российском рынке, а Инна выходит на новый рынок под новым брендом. Плюс ее нейминг для иностранца звучит очень-очень сложно. Плюс у Инны, опять же, меняется полностью концепция, она уходит от ручной работы, приходит к работе с производством. И кажется, что вот это классный момент для того, чтобы сменить свое позиционирование, сменить свой бренд, пойти немножко по другому пути, по другой истории, как бы разделить их на две разные сущности. А в случае с Тимуром, как мне кажется, действительно, основой является то, что он остался работать на том же рынке из той же самой аудитории, которая у него была. Помнишь, как он нам говорил, что он думал о том, поменять ему бренд, не поменять, в принципе, хотел, но почему-то в итоге не стал. И мне кажется, что это на самом деле очень ему помогло, потому что та аудитория, которая его уже знала, которая его любила, которая давала ему денег в долг, из его клиентов, она вся осталась с ними. То есть здесь нет, наверное, какого-то идеального пути, что вот даже не пути, а четких шагов. Делай раз, делай два. В этом случае меняешь, в этом случае не меняешь. То есть как бы это всегда индивидуальная история. Но вот в случае с Инной Тимуром, она глобально более-менее понятна, почему ребята пошли по тому или иному пути. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях, ставьте оценки, это непросто, и отправляйте выпуск тем, кому он может быть интересен. А еще обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Это непросто» и соцсети «Флауау». Ссылки мы оставим в описании. С вами были Ксения Шульц и Вера Маденова. Над выпуском работали редакторка Маргарита Берденникова, продюсеры Данил Астапов и Анастасия Долматова, звукорежиссер Алексей Воробьев. Пока!